Верный, проверенный способ отвоевать чуток Соединенных Штатов Америки, чтобы они стали Республикой Казахстан. Что нужно сделать? Это прям верняк стопудовый. Но все же в курсе, друзья, что в Соединенных Штатах Америки очень много живет казахов. С Казахстана граждан. Они там поменяли гражданство, может быть с грим-картой. Но их там много, диаспора большая. Так вот, собираем их в одном месте. К примеру, выбираем самый жирный штат. Собираем их. Объявляем референдум. Проводим его. Этот самый референдум. Неважно, рисуем 99,9% что всех жителей, которые этого штата проголосовали за то, что они хотят присоединиться к Республике Казахстан. Объявляем итоги этих выборов и бац, зовем ОДКБ. Давай-ка, сука, приезжайте, разбирайтесь. Путин, приезжай разбираться. Это как Симонян. Давай сюда. Лети, ползи. Соловей, помет. Давай тоже. Все. Все. Мы это сделали. Это факт. Это наша территория. Давайте делитесь. Давайте умирайте. Объявляйте еще одну мобилизацию. У нас с вами договор ОДКБ. Это наша территория. На нее сейчас напалось другое государство. Вам смешно? Сейчас вашему вниманию будет представлен небольшой видеоматериал. Там, вечер с Соловьевым, да? Вечер с пометом. Где как раз таки этот сценарий, знакомый сценарий для вас и прозвучит. Приветствую вас всех, друзья. Леди и джентльмены, с вами Сула. Вы на канале Казахстан Сегодня. И мы начинаем. На нашу территорию вторглись. Запорожье, Луганск, Херсонская область. Так? А где ОДКБ? ОДКБ где? Где войска ОДКБ? А Россия ОДКБ ставила этот вопрос? Вот, к чему я веду. А если Россия поставит этот вопрос? А знаешь, что ответит хитренькая ОДКБ? Они ответят, а когда мы подписывались под ОДКБ, территория России была другая. Ну, если они так на этот вопрос ответят, то тогда вопрос, а зачем такие нужны ОДКБ? Ну вот, как вам? Как вам пародия помета на Сталина? Ну, блядь, ёптый. Как вам Симонян? Они такие хитренькие. Это люди, пропагандисты, которые транслируют, я ещё раз вам повторяю, транслируют линию Кремля, линию действующего режима. Почему, спросите вы меня, потому что это же, типа, мол, их, как Песков тогда говорил же, типа, мол, не означает то, что мы так думаем, если какие-то там политологи там что-то там вякали. Ребята, в Российской Федерации, я повторюсь ещё раз, жёсткая цензура на федеральных каналах в особенности не бывает другого мнения, не бывает других мыслей, слов. Кроме того, что было заранее согласовано с Кремлём, нет ничего, не бывает другого мнения, вообще, жёсткая цензура. Независимые СМИ уничтожили, их нет. Нету независимого мнения, нету слова свободного, только слова Кремля. Понимаете? И это в очередной раз доказывает. Один простой факт. Если кому-то в голову придёт мысль заключать какие-либо договора политические с действующим путинским режимом, это то же самое, что продать душу дьяволу. Они же любят того, сатанистов. Вы понимаете, о чём я говорю? Он затеял эту войну под шумок, залез, отхапал сколько смог нахрапом, провёл там референдумы, хотя, друзья мои, по всем правилам введения войны, никакие референдумы во время военных действий недействительны. А там, короче, плевали на это всё. Его с этих территорий выпнули под жопу. А всё. По конституции теперь это их... И давайте-ка, казахи, таджики, армяне, давайте-ка, идите, умирайте. Умирайте за нашу землю. Мы ж в ОДКБ, мы ж подписали документы. Поэтому именно такой сценарий и для нас, казахов, тоже реален в штатах. Сделать так и всё там. Штат там, Техас, да, там жирненький, там нефтяной. Будет наш. А потом Путину скажем, ну, давай-ка, ёптать, лети туда. Это наша земля. Как на нас посмотрят? И именно так они сейчас вбивают в голову обычного российского гражданина. Именно эту инфу. Это наша земля. Всё. ОДКБ хитренький. Вот так вот, друзья. Ещё раз подчеркну. В России отсутствует любое другое мнение, кроме мнения Кремля. Там нет... Всё, что они говорят, согласован. Всех пропагандистов, в особенности самых знаменитых, держат за яйца. Симонян тоже с яйцами, её тоже держат за яйца. Они в заложниках. Они уже не могут ничего сказать, сделать по-другому. Они уехать никуда не могут. Я уже про это говорил. Живыми они. Путину. Не после его смерти. Не после... Не до Гаагского трибунала. Не после поражения, да, допустим, капитуляции российской. Не нужны они Путину. Слишком много знают. Слишком много говорили. Поверьте мне, друзья. Их держат за причинные места и очень сильно. Вы что думаете по этому поводу? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. Только прошу вас без оскорблений. На этом у меня всё. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Казахстан сегодня. Всем пока. Салам алейкум. Альвадарчи. Салам алейкум. Салам алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok